Аккуратно и качественно построгать карандаши обычным ножом или строгалкой получается далеко не у каждого. А еще есть мягкие карандаши, например, Prisma Color, которые вообще нельзя так строгать, они сразу же ломаются. Что же делать в таком случае? Я использую механическую точилку Eric Krauss. Но вообще фирма не очень важна, они все примерно одинаковые и работают по одному принципу. Сейчас я покажу вам подробнее. Точилка состоит из контейнера для сбора мусора. Вот он, как открывается. Зажима. И крутилки. Также есть крепление для стола. Я им не пользуюсь, но в принципе оно удобное. Я подготовила для вас совсем сломанный простой карандаш. Два акварельных карандаша. И вот этот карандаш это из обзора из фикс прайсов, так как многие мне писали в комментариях, что такие карандаши очень сложно строгать. Ну что ж, давайте проверим. Ну, как раз с него и начнем. Вставляем тщательно до упора, нажимаем на кнопочку, придерживаем и прокручиваем по часовой стрелке несколько раз. Видите, обтачивается, но нужно еще немножечко покрутить. Уже хороший результат. Да, видно, конечно, что карандаш из фикс прайса так себе. Еще чуть-чуть. Ну вот. Хорошо заточился. Второй вариант. Так можно заточить карандаши намного аккуратнее и экономнее, чем если бы мы просто подстрагивали их карандашом. Теперь акварельный карандаш. Подстрагал все хорошо, но не очень остро. Можно еще чуть-чуть подточить. Ну вот, другое дело. Буквально за несколько секунд у нас получается красивый заточенный карандаш. Ну и последний, это простой карандаш, который уже совсем затупился. Идеально наточенный карандаш. Главное при строгании хорошо придерживать вот здесь карандаш и прям до упора его вставлять, потому что после нескольких оборотов оно начинает прокручиваться. Вот сейчас я его поправляю. Если, кстати, прикрутить строгалку к столу, то это будет делать удобнее. Проверяем. Не доточился. Еще немного. Расскажите в комментариях, а как вам больше нравится точить карандаши? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok